Сегодняшняя конференция будет проведена по теме «Правовая охрана объекта институтальной собственности в условиях действия административных рекламных». Условия для приветствия от Всемирной организации директуальной собственности имеет Михаил Смарков, предоставляющий двое слово. Спасибо. Уважаемый доктор Симонов, уважаемые представители зарубежных стран и международных организаций, дамы и господа, я очень рад, что мне выпало это честь от Именно Семерной организации по интеллектуальной собственности, в частности от его генерального директора доктора Францисса Гарри, поучаствовать на вашей конференции и пожелать самые благополучные результаты для вашей очередной научно-фактической конференции. Позвольте мне тоже использоваться этим случаем, чтобы выразил большую оценку в той работе, которой представители Российской Федерации, первом плане доктора Симона и другие делеганты от Российской Федерации, продолжаем делать в плане вклада для развития международной системы и практики использования интеллектуальной собственности. И за это мы вам очень благодарны. И тоже хочется вам заявить, что Семерная организация по интеллектуальной собственности и имеет большое желание более развивать будущее взаимное сотрудничество между Семерной организацией, как и вклад в собственности и Российской Федерации. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас мы с вами переходим к заслушиванию докладов, как и обозначено в нашей программе первым выступаемым противопатентным веборством Завис Петрович Симонов. Мы не будем приветствовать, да, гостей? Поприветствуем всех! Уважаемые коллеги, несмотря на то, что название, которое здесь было выводно, «Стратегические направления развития системы Роспотекции», стратегические направления были обсудили на научно-техническом совете, они были обнародованы. По сути дела, я не хотел бы повторять и еще раз озвучивать то, что уже практически состояло. Сейчас идет работа над выводкой комплексного плана. Поскольку у нас научно-практическая конференция, то мне бы хотелось дать научно-практическое обоснование, откуда взялись вот эти стратегические цели, такие задачи, и, может быть, дать анонс некоторых новелл, безусловно, в нашей, так сказать, деятельности, для того, чтобы придать им публичность. А раз публично, значит, поставить очередной раз свою деятельность под контроль и, значит, добиться большего гарантия, что это все-таки совершится. Значит, безусловно, что стратегические цели развития системы, так сказать, Роспатента, мы их вот озаглавили до 2015 года. Почему? Да потому что, если вы помните, задолго до того, как органы исполнительной власти началось стратегическое планирование на среднесрочную перспективу, вы помните, что в 2005 году мы собирались, в 2006 году утвердили именно стратегические направления развития системы Роспатента с 2006 до 2050 год. И хотелось бы вот здесь отметить, что как бы вывести итог той работы, которая была сделана с 2006 до 2050 год. Мы не только правильно спрогнозировали, ну, будем говорить, те предстоящие трудозатраты в ближайшие четыре года, с 2006 до 2050, то есть объем количества поступающих заявок, планы, так сказать, рассмотрения этих заявок, организации системы делопроизводства, но мы и правильно спрогнозировали тенденции развития инновационной деятельности в стране, и поэтому эта вот правильная такая остановка задачи и правильное прогнозирование дало нам возможность успешно справиться с теми планами, и с теми задачами, которые мы ставим на среднесрочный период 2006-2010 год. А вот сформулировать и точно определить эти задачи на среднесрочный период и среднесрочный период мы определили как в 2015 год, это представляется необычайно важным, и поэтому я в своем докладе сейчас попытаюсь дать именно научно-практическое обоснование тех стратегических целей и задач, развитие системы Роспотеста вот на этот следующий среднесрочный период. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова